Кузнецовский убийца судья Кунинского районного суда города Харькова Владимир Трофимов, члены его семьи. Идет следствие. Лично в Харькове были и генеральный прокурор, и магистр внутренних дел, и председатель службы безопасности Украины. Я надеюсь, что в ближайшее время это страшное преступление будет раскрыто. Тем более, что президент Украины лично держит на контроле эту ситуацию. Но наряду с этой трагедией появилась еще одна трагедия. Трагедия, которая так или иначе присутствует в жизни нашего общества. Я имею в виду реакцию отдельных личностей на такие страшные вещи. Несколько дней назад, 18-го числа, от имени общей сбора студий, председатель Харьковского аккуляционного суда Андрей Андреевич Солодков обратился к председателю Верховно-Радного Украины, руководству Васильевичу, с предложением провести парламентские слушания по ситуации, которая сложилась сразу после страшной трагедии 15-го декабря. Я имею в виду то, что творилось в интернет-издании, тем более интернет-издании, которое имеет большое количество читателей. Те комментарии, которые были после новостей, которые вышли, допустим, в интернет-издании корреспондент, украинская оправа, других харьковских членических знаний, они говорят о том, что не все в порядке у нас в обществе. И предложения и высказывания, которые звучат от анонимных авторов, которые скрывают свои имена под всевозможными диками, это не высказывания психически здоровых людей, это высказывания людей, которые осознанно или неосознанно ведут к отшигании противостояния, к пропаганде жестокости и просто к элементарному, такому низменному издевательству над памятью погибших людей. Я вам сейчас приведу несколько. То, что я могу прочитать, потому что у нас в этом эфире смотрят не только взрослые люди, поэтому я отчасти буду пропускать невозможность в празднице. Мы, собственно, пользователи фейсбука, пишут, что всех судей ожидают карты. Палачу по заслугам. Следующий пишет, что смерть судья. Пусть гибнут гниды. Необходимо, ну тут украинскому, потребно всем украинским судям, поведвизовать голову. Ну дальше, вот это правильно. Вообще, ругать Божьим прилюдно, чтобы все видели. Будем, Бог, судью с Украины, 100% потребно убивать. Хороший судья, мертвый судья. Ну тут пишут что-то. Хорошая новость, приятно читать, не больше таких новостей. Один вообще отличился, здесь пишет. Надеюсь, им живыми головы отрезали и последним самому судье. Ну и дальше. Дело в том, что длительное время в Верховной Раде находится закон о том, чтобы признать интернет средством массовой информации. Тогда бы интернет-сообщество жил бы по тем законам, которые выписаны сегодня печатным органом, электронным органом. И не принятие такого закона, оно порождает полную бесконтрольность. Скажите, я не имею в виду властью, я имею в виду общество, средств массовой информации. Полную безответственность социального интернет-сайта. Ведь обратите внимание, ни на украинской правде, ни на сайте корреспондента. Не закрыли комментарии к этой новости. Что может сделать любой редактор сайта. Просто заблокировать комментарии и все. Есть темы, которые по общему, такому, знаете, и гласному согласию нельзя комментировать. Желали смерти этому суде, обвиняли его все в смертных грехах. Но мало кто знает, что этот человек прожил всю свою жизнь в доме 32-го года постройки. У него не было личного автомобиля. Он на заседание ездил либо на маршрутке, либо в метро. Вместе с теми, кто после его трагической гибели своими грябыми пальцами на клавиатуре писал такие комментарии к этой новости. Наверняка могли попасться те, кто рядом с ним ездил в одну общественную страну. Поэтому что я хочу предложить. Мы не успели это сделать к началу заседания, если все равно. И поэтому не было возможности обратиться к предложению визменить повестку. Я предлагаю от имени Харьковского областного совета направить обращение к президенту Украины. Куплю направить к председателю Верховной Рады, председателю Национальной Рады с пытанкой облачения и радиомовлений и главе Национальной спилки журналистов. Здесь короткое обращение, если вы позволите, я зачитаю. Вельми, шановный пан и президент, Территорийная громада Харьковщина и всю страну вразила убийство за сикливою жорстописью судов Фрунзинского районного суду м. Харькова Володимира Трофимова и его родины. Эта новость сразу стала топ-темой в национальных и наземных ЗМИ. Проти цей подъем породила и оприлюднение численных думов и висловлено, что открыто поддерживают тех, кто скурил в цей страшной злочине, подбурюют на новые кривавые расправы над украинскими судьями, распаливают вороженечку суспільства. Ці думки є у вільному доступі на багатьох интернет-ресурсах, як и керували кадри оперативного видео, что потрапили из неведомых обстоятельств до всесвятой бережи. Проти жодного реагирования сбоку державных органов на дії властникам интернет-ресурсов, что в такий способ заробляют себе популярность и гроши, суспільство не побачит. Можливо, потому что интернет-видания до тепер не имеют чітко визначенного статусу, а ведь так и властики и редакторы не несут відповідальности, згідно с чином законодавством Украины. Ми підтримуємо звернення студій Харьковської області до Верховної Ради України щодо проведення парламентських слухань з приводу відповідальності власників інтернет-ресурсів за поширення жорстокості закликів до вбивств та розпалювання ворожнеччин у сторінках интернет-видания. Ми, депутати Харьковської областної ради, звертаємо здаватися спраханням дати відповідні доручення, як наскоріше підкатувати зміни до законів України про телебачення та радіамовлення та про інформацію в частині визнання інтернет-видань з засобами масової інформації. Як ЗМІ, інтернет-видання не зможе поширювати інформацію, що порушує відповідність статті цих законів, а їх власників змусить нести відповідальність, в тому числі і кримінальна. Це коротке обращення, я думаю, що воно абсолютно аполітично, і головне цель його – обратити увагу, пуск навіть з допомогою цієї трагедії, на те, що твориться сьогодні у нас в інтернет-пространстві, в сіті. Тому що вся детська порнографія в інтернете, жістокість, пропаганда насілия, то, що абсолютно не звісно нашому обществу, йдет із інтернета. С кожним годом інтернет-пользователям становиться все більше і більше. Сьогодні доступ в сеть інтернет в інтернеті є великим кількість дітей, чі психіка може бути травмувана кадрами, кровавих розправ, вбістів і всього того, що навіть опытово оперативникам іноді. У нас є можливість в розділу депутатських запитів приймати рішення і голосувати за них. Я думаю, що якщо не будуть колеги заперечувати, то ми це зробимо як депутатський запит депутат обласної ради Товпіна Микола Марківич, а депутатський запит всіх депутатів Харковської обласної ради, і ви не делегуєте можливість підписати таке звернення відповідно за присадку, яку називав Микола Марківич на правді за звернення від депутатів обласної ради. Не заперечуємо? Стришколіннін Петрович, будь ласка. Уважаю Сергею Івановичу, а у колеги, я предлагаю все-таки сделать несколько корректнее все це. Я думаю, що у кожного з нас, кроме підтримки цього текста, мається і свої предположення. І проблема, насправді, конечно, не столь частна, що його треба решити ограниченням произвола і так на правах. Це отраження общественних процесів, які ми будемо протиречуємо, дуже сложні. Именно вони порождають жистоту, нетерпемість і так далі в облаках сфер. І ви не должны тешити себе іллюзией, що після наведення порядка в інтернеті ми збавимося від цих проявлень. Я прошу вас, визучився у вас рішення проблеми, направити кожному депутату по електронній почте цей текст, і до понедельника кожного желаючого зможе представити свої предположення. Всі, хто тут, десь, колективний подход к рішення цього проблеми. Дякую. Давайте поступимо таким чином. Відкресення, яке Духал Маркетт прочитав, секретаріар там працює, дасть мені на підпис, якщо хто хоче прийняти участь, будь ласка, приймайте. І я думаю, що тут відтерміновити сильно не потрібно, бо треба реагувати громадськістю на такі прояви, бо недалеко не залишов. Я абсолютно це підтримую. І хочу сказати, що сьогодні вже навіть серед молоді, яка сьогодні, ну, мабуть, не бачить свого життя без інтернету, але і так сьогодні вже є супротив. Я недавно зустрічався з багатьом молодими людьми, і ми обговорювали ряд таких питань, то сьогодні не зрозуміло, чому саме у нашій державі дозволяється все, чого не дозволяється в Сполучених Штатах Америки. Найбільше призвинуті в країнах, які пройшли шлях демократичного розвитку, і карається все це, бо це розлагає молодь, розлагає наступне покоління, воно не сприйняє національному різнанню, і травмує всіх імплідеї. Тому цього, безумовно, допускати не можна. Якщо ви підтримуєте, то ми тоді зробимо це колективне звернення всіх депутатів Харкова і заручите мені його підписати. Прочитали текст. Я б сказав секретаріату, щоб допрацювали, ви підійдіть зараз, будь ласка, редакційна група буде працювати, так і свої пропозиції і в Рахові. Текст, будь ласка, Михайло Марківць зачитав, і в письмому вигляді він буде в роботі групи, яку секретаріат зразу після сесії зформує для допрацювання цього проєкту. Хто за це прошу голосувати? Олег Мирич, що? Вже в порушені голосувати. Дякую. Зараз, я під час голосування не маю права не можна давати слово і перерувати і послідно вимог приглаштових. За 90 рішення прийнято. Тепер, будь ласка, які є зауваження молодих приориті зі п'єнтів якісь по процедурі будь ласка. Сергій Єнко-Батківщина. В каком национальном языке мы говорим, Сергей Иванович, если мы сегодня стали свидетелями партийной истиннофобии, то есть неповага к человеку, к депутату Верховной Ради, к законодательному органу нашего государственного Верховной Ради, не надавшись словом, манипулирующей людьми, и на нем это голосило голосование, а паня Олешка специально. Я думаю, что это гальпаль для Верховной Ради и не может его допускать, и треба область слова народному депутату, их у нас не так много, и они делали письмами в Кайковской области. Я хочу, чтобы вы надали слово пану Швайчу. Я думаю, что манипулирующей людьми завтра будет доступным для народных депутатов в Украине, тем не менее те, которые представляют, и в Кайковской области. Но я сегодня не говорю и не знаю, кто из коллеги я голосовал, но я думаю, что все это голосование произошло под впечатлением проведения первых дней Верховной Ради и Украины. И все, что там произошло, на самом деле, не может быть примером, ни для кого, я говорю, отверстие, открыто в засобе массовой информации. И оно сегодня выражает, ну, по-перше, несприйнение не только депутатов, а всего общественного общества, поведение народных депутатов Украины. И это делит страны европейские, 46 миллионов населенных. И если так, что не будет происходить на дальнейшем Верховной Ради, то, поверьте, граждане Украины, которые выбрали депутатов, я уверен, что будут помогать совсем другого. И настанет тот час, когда заставлять переглянуть, может, свои решения, потому что все народные депутаты, которые там присутствуют, мы с большой вниманиями на них ставим, но первая их риса должна быть ответственность за наданное повноважение народам Украины працювать на благо всех людей. Я не запереду, я берусь, я берусь, бачите, в этом регламенте, на решение, которое мы принимали, а в регламенте написано, что депутаты Украины працювали без обмежений. Все решта, я маю право только вернуться до зала, и зала визначает, надавайте слово ученицам запрошено. Я думаю, что народные депутаты пришли, какие повали. Я желаю каждого, и желаю, чтобы, как говорится, надавайте, и авторитет среди граждан Картинской области взрослал, а не павал. Владимир Владимирович, за коворотник, пожалуйста. Сейчас уже, наверное, поздно о чем-то говорить. Я хотел внести предложение к Картинской области, непонятно, в каком формате будет постана это письмо или обращение. А я предлагал, я хотел предложить, тянуться к утверждению повестки дня, нести запрошенным вопросам обращение областного совета со следующим руководителем. И проголосовать за изменение повестки дня и включить это как обращение областного совета. Я понял. Мы же проголосовали за то, что это было коллективное депутатское сфернение от депутатского склада, соответственно, адресат, который назвал бы Камарков Довдин. И чтобы не собирать подписи, если вы не запередите всех депутатов областной ради, которые сгодны с тем, кто решит, то я попросил у вас повноважение подписать и напишем за наручением депутатов областной ради. Такая форма не может быть присутствием. И мы же проголосовали, чтобы повторить это сгод, абсолютно, оно, по сути, и будет отвечать тому, что вы делаете. В основном, что областной ради будет полностью проголосовать, безусловно, потому что мы проголосовали. Еще есть депутатские заплаты? Да. Тогда, шановные коллеги, решта депутатских заплат, я знаю, что депутаты сказали, что я готовлю их письмово, готовлю их на понедельник. Я оголошу переговор в работе заседания пленарного заседания сессии областной ради до 24-го.